хоба привет с вами доктор влад у нас плюс 25 и ожидается гроза ну ладно вчера был праздник большой а я не сказал вот водолейки нет она обычно это все отмечала я позабыл вчера был ильин день и уже сегодняшнего дня купаться нельзя ребята ну так между делом так заболевшим коронавирусом байден снова начал кашлять вновь сдал положительный тест тест на коронавирус и начал кашлять вот так вот так и чуть здесь это у меня какой-то странный сайт ренте в последние новости так руку работница цеха засосала в тесто мешалку на сахалине вот ужас и вот тут же байден и тут же засосала так что еще самолет с нэнси пелоси приземлился на тайване несмотря на угрозы китая в адрес сша да приземлился а она со всеми с кем надо было пока переговорила и насколько я понял уже улетела так что тут вот еще раз нэнси пелоси прилетела на тайвань несмотря на угрозы пекина мощная тетя так что тут еще у меня москва рассматривает визит пелоси на тайвань как явную провокацию это сообщает мид россии заткнитесь и сидите там захарова допустила разрыв депутат отношений с сша в случае признания рф спонсором терроризма вот оно что боятся так в таиланде пообещали запустить карту мир ой опять мид в мид рассказали о последствиях гибридной войны против россии мид заявил об об угрозе конфликта между ядерными державами державами из-за гибридной войны против рф да опять угрожает атомной бомбой вот этой вот надоели как а трамп подверг критике пелоси за поездку на тайвань он все время что-то вот выскативает и отрыгивает премьер-министр венгрии орбан провел переговоры с экс-президентом сша дональдом трампом ну вот они все путинские подстилки между собой переговариваются так страны большой семерки задумались о полном запрете на транспортировку российской нефти так и надо нечего задумываться надо запрещать турбина для северного потока до сих пор не отправлено из германии в россии по россии один это вот одну канал какой-то важно по россии один показали отрывки из гей-порно нифига себе каналец так гимнастки аверины сообщили о своем от есть отъезде из россии я не знаю кто такие сестры что ли дина и арина аверины заявили об отъезде да все так сша включили еще 25 российских самолетов в список нарушителей экспортного контроля добавлены да шойгу господи шойгу заявил об уничтожении на украине 6 пусковых установок хаймарс и хаймарс я не знаю как оно я давно не слышу русской речи собственно американской тоже не не слышу я вообще такой сижу здесь как на острове так и вот 66 пустовых установка установок и даже показали мультик как летит ракета русская и на второй этаж какого-то здания а как туда вот вообще попали на второй этаж и они же тяжелые здоровые по лестнице что ли тащили ну дичь короче так суд признал депутата белоусова виновным по делу о взятке в 3 миллиарда рублей нормальные взяточки да так в российском городе в подъезде убили врача вот врача до терапевта взяли убили хосподи то крупнейший производитель электротехники абб официально подпадает рынок рынок россии оборудование компании встречается повсеместно повсеместно от розеток в наших квартирах в ваших квартирах до генераторов на крупных предприятиях в россии теперь не будет розеток совсем так это что такое россиянам пообещали пообещали стабилизацию продовольственных цен осенью осенью какой осенью не говорят стабилизец будет да с ценами так психолог назвал опасным для организма двухнедельный отпуск отпуск должен длиться 28 дней вот так лучше еще пятьдесят шесть так лариса долина закрутила новый роман артистка была замужем трижды и чё ей шестьдесят шесть ей а мы ровесеньки так закрутила роман мне что ли пора тоже так россиянин нашел во дворе своего дома противопехотную мину в оренбурге теперь да вот так мины по дворам хазин ну знаете эту рожу страшную прибалтика будет стоять на коленях перед россией но мы ее не примем так опубликовано фото победительницы конкурса миссис россия 2022 в башкирии погиб монтажник сорвавшись вместе с люлькой на стройке высотки наверно ему подложили в люльку вот фотографию миссис россии и все ну ладно у меня такие шутки странные так добыча газа в россии рухнула до минимума за 14 лет газпром самоликвидируется как участник мирового рынка газа а все ребята газпрому все сша внесли с дн лист это самый жесткий по уровню санкций список алину кабаеву их и нифига себя вот так ребята да все боялись чё путин скажет внесли ну вот кто-то здесь пишет вдв водовильные войска точно тут кто-то еще по-другому пишет володе дебила войска еще тут варианты водка дебильные войска россиянам запретили сдавать тоэфл ну это международный экзамен по английскому и вот тут сразу кричат тут гудколов кричит как они смеют есть хорошие русские я тут много написал комментариев что вот просто хотят освободиться от русских отовсюду понимаете вот выгнать отовсюду откуда только можно так сегодня знакомый из москвы пишет мол странно день вдв а никто даже в фонтанах не купается в да вот так отвечая ему что десантники рф почти в полном составе уже купаются в реке ахерон что течет в подземном в подземном царстве аида ну то есть всех перестреляли так медведев заявил о готовности россии атаковать казахстан и грузию пост он быстро удалил но скрины не горят да вот бухает опять медведев и пишет какую-то хрень так рост туризм выделит 6 миллиардов рублей на благоустройство центров тридцати одного города рф для туристов в россии туристы не едут потому что турцентра не покрашены вот оно что изрядно унизила товарища си господа госпожа пелоси вони из пикина из пекина и было и будет много но факт есть факт захотела и прилетела а вот так так если бы не прилетела это означало бы что американцы испугались разве такое возможно китайцам нужно фильтровать свой базар а то они выглядят чмошниками да они угрожали что с объемы да нет прилетела и улетела сказ о том что сказ о том как одна баба китайского императора трахнула вот так правильно так злые языки говорят что китай может ответить новым к видам вот оно что ну вот еще раз кира ярмаш пишет это твиттер уже пошел сша ввели санкции против алины кабаевой наконец-то хорошо ну что сказать смелая бабушка это опять про нынси пелоси особенно на фоне того как рыжий клоун вчера оды кремлевскому фюреру пел ну рыжий клоун это трамп понятно китай проглотил и под си товарищ си да кресло не слабо зашаталось не помогало бы не помогал бы кремлю этого не было бы да вот так в день в маф в городе усинске двое празднующих нас на спор решили переплыть местную реку не выиграли оба так мария шукшина призвала сограждан писать доносы фсб на тех кто слушает песни украинских исполнителей ну курица тупая чё оккупированная атомная станция такого в истории мировой атомной энергетики еще не было международная система регулирования оказалась бессильна МАГАТЭ не может даже провести инспекцию на запорожской АЭС да там орки засели и оттуда стреляют но им не отвечают потому что могут же разбомбить это хуже Чернобыля может случиться интересно разговор Путин двоеточие у меня есть вундерваффле 27 махов Байден двоеточие а у меня Нэнси Пелоси дома не сидится да она стоит любой вундерваффле так Росстат поймали на махинациях со статистикой по доходам россиян вот так в данных по уровню жизни в России нашли нарушение законов законов арифметики начальной школы махинация да ну что тут еще сообщается что Азербайджан начал переброску военной техники в Карабах вот оно как так вы будете смеяться но расисты сообщили что готовы помочь Китаю в войне с Тайванем чем? молитвой? ага помочь китайцам убивать китайцев в самом Китае от такой кровожадности русских не охренели? угу помочь китайцам убивать китайцев МИД КНР Китая да назвал некорректными попытки Запада исключить Россию из международных переговоров они сейчас разозлились их Пелоси вообще на винт поставил так что еще Энтони Блинкин обвинил войска РФ в обстрелах украинской армии с позицией возле запорожской АЭС назвав это верхом безответственности конечно украинцы не могут открыть ответный огонь чтобы не произошло ужасной аварии заявил госсекретарь США Блинкин выступил да это что страны Балтии запускают новый мировой флешмоб комиссия Сейма Латвии по иностранным делам единогласно приняла проект заявления о признании РФ террористическим государством вот так так ну че я заканчиваю на утро защиту Петербурга с моря усилят ракетными комплексами Бастион че они застрелились 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 фу застрелились все что ли вот от кого они защищают Петербург с моря это вообще мне непонятно ракетные комплексы установили господи так и последнее так депутат от Единой России Бутина ну помните это рыжий да депутат от Единой России Бутина призвала сажать родителей чьи дети пользуются VPN нифига себе и здесь комментарии по нынешним временам видимо остается только сказать спасибо что Единая Россия предложила сажать а не расстреливать вот такие новости с утра ребята ничего не меняется день от дня только хуже становятся новости сажать за VPN вот так пока с вами доктор Влад вот